В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сколько будем платить за проезд и коммуналку? Депутаты в очередной раз обсудили повышение тарифов. Проверь свои знания. Саровчан приглашают принять участие в географическом диктанте. История из первых уст. Проект «Дети войны» вновь начал свою работу. Далее расскажем обо всем подробно. Тарифы в рост. Депутаты обсуждают, насколько в следующем году вырастет стоимость коммунальных услуг и как много мы будем платить за проезд в общественном транспорте. Единого мнения по этим вопросам традиционно нет. Единственное, в чем сходятся практически все народные избранники, цены поднимутся. А вот сильно ли это ударит по кошелькам горожан, пока непонятно. Подробности далее. Качественная услуга не может быть дешевой, уверен директор Горавтотранса Игорь Кузнецов. Цена 25 рублей за проезд, хоть и не позволит значительно повысить уровень работы предприятия, но, по крайней мере, даст возможность функционировать без сбоев. Это повышение тарифа принесет предприятию дополнительно полтора миллиона рублей в месяц. Чтобы услуга была качественная, она не может быть дешевая. Мы должны это понимать. Я хочу, чтобы наши граждане ездили в теплых автобусах, в чистых автобусах и, желательно, в обновленных. И, наверное, и граждане этого хотят. Поэтому мы вместе должны подумать и все-таки принять правильное решение. А правильное решение по предложению администрации сегодня звучит так. Проезд в автобусе за наличный расчет – 25 рублей, за безналичный – 22, и в случае приобретения абонементов – 20 и 21 рубль за одну поездку. Казалось бы, цена в 25 рублей коснется мало кого. Во-первых, льготников повышение тарифа не затрагивает. Во-вторых, чтобы экономить, можно оплачивать проезд банковской карты или приобретать проездные. Но не все так просто. Например, от абонементов горожане все чаще отказываются. Они перестали покупать проездные билеты даже для своих детей, для школьников. Потому что дождаться автобуса невозможно. И они садятся все в маршрутку и едут на маршрутках. Что вы будете делать, если повысить цена? Они говорят, а мы тогда на автобусах ездить не будем. Потому что их надо долго ждать, и частники все равно сделают дешевле. И мы будем все ездить на маршрутках. К дифференциации по принципу оплаты у депутатов тоже возникли вопросы. Еще далеко не все автобусы Горавтотранса оборудованы терминалами. Плюс к этому одна и та же услуга, по мнению народных избранников, не может стоить по-разному в зависимости от того, каким образом ее оплачивают. Это просто дискриминация населения по признаку платежной системы. Где вы в магазин продуктовый приходите, вам говорят, за наличку вы больше или меньше заплатите. Вы откуда это взяли вообще? Что делать? Вопрос философский. Чтобы горожане выбирали автобусы Горавтотранса вместо частных маршруток, нужно полностью пересматривать маршрутную сеть, сокращать интервалы движения и выводить на линию больше транспорта. Об этом на протяжении последних лет из раза в раз говорится на всех заседаниях с участием МУПа. Но дальше разговоров дело не заходит. Горавтотранс обходится городской казне в 90 миллионов в год. А саровчане, между тем, все меньше пользуются его услугами. Это мертвому припарку, повышай на 20 рублей, на 30. Вот пока не будет тариф 45 рублей, реальный, который у вас существует, 45-50 рублей, ничего у вас не изменится. Но никто, как Игорь Юрьевич сказал, никто не поедет на этот автобус. Чтобы Горавтотранс жил, нужно сделать так, чтобы они были прибыльны, сами себя окупали, эти 100 миллионов могли сами заработать. Стакан он один, понимаете, перевозок больше не будет. А вы мне отдали 60% этого стакана с частным перевозчиком. Тариф 25 рублей депутаты не приняли и предложили администрации выйти с новыми цифрами. Цена при наличной оплате 22 рубля, при безналичной 20 и 19 и 18 в случае с проездными. Повышение стоимости проезда по планам должно произойти с 1 ноября. К обсуждению депутаты вернутся уже в понедельник. А вот вопрос о повышении коммунальных тарифов вынесен на заседание Думы. Как и в прошлом году, администрация города решила обратиться к губернатору с инициативой об увеличении предельного индекса роста тарифов. По области он составит 4%. В Сарове, если губернатор инициативу поддержит, рост может составить 6,5% с 1 июля 2019 года. Интегральное повышение предельного индекса происходит за счет предложенного увеличения тарифа на водоотведение почти на 16%. Этот рост тарифа обосновывается имеющейся на предприятии инвестиционной программой, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и согласованной с РСТ. Инвестиционная программа Горводоканала предусматривает в 2019-2020 годах работы по реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения на сумму порядка 90 миллионов рублей. Если повышение тарифа не поддержит, по словам Сергея Репина, придется отказаться от большей части запланированных мероприятий. Все это растягивается. Естественно, объединяется программа. Они выполняются, надо ее корректировать в сроки совершенно непонятные и короткие. В прошлом году тогда еще в Рио губернатора Глеб Никитин не поддержал решение о превышении предельного индекса роста тарифа. И в июле стоимость коммунальных услуг в Сарове выросла, как и по всей области, на 4%. Насколько больше мы будем платить в следующем году, узнаем совсем скоро. 11 ноября в нашем городе пройдет географический диктант. По традиции, площадкой для его проведения вновь станет школа номер 5. Проверить свои знания приглашают каждого желающего. О том, какие задания подготовили для участников организаторы в этом году, расскажем далее. Эта масштабная образовательная акция, инициатором которой стал Владимир Путин, пройдет уже в четвертый раз. Принять участие смогут все желающие – школьники, студенты, сотрудники различных муниципальных и коммерческих предприятий, независимо от возраста и образования. Причем ответить на вопросы диктанта можно будет в любой точке земного шара. В этом году впервые составлено 4 варианта заданий по географическому диктанту. Два варианта для России, один вариант для зарубежья и один вариант онлайн. В нашем городе по традиции очно диктант проходит в школе номер 5. Каждый год проверить свои умения, работы с картой и знания географических понятий приходит более ста сыровчан. Люди принимают участие в географическом диктанте для того, чтобы проверить свои знания. А некоторым просто интересно посмотреть, на что они способны. Впервые диктант будет состоять из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов. Как уверяют организаторы, интеллектуальное соревнование будет больше похоже на викторину, а не на экзаменационный тест, как в прошлые годы. Вопросы станут проще, и рассчитаны они на сообразительность и умение логически мыслить. Для того, чтобы принять участие в этом мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте школы номер 5, либо прийти 11 ноября в школу номер 5, 12.00. Тестирование проходит анонимно. Узнать свой результат можно будет по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику. Саровчан приглашают приобщиться к прекрасному. 2 ноября в библиотеке имени Маяковского пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». Гостей вечера ждет открытие выставки редких изданий для детей, акция «Фото с книгой», «Флэш-игра», а также интерактивная экскурсия в музее ВМФ. Начало в 7 вечера, а в 6 вечера саровчан ждут на ночь истории в городском музее. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Волонтеры из группы «Движение навстречу» планируют поездку в Потминский психоневрологический интернат. Сейчас там очень не хватает моющих средств. Краски для стен и потолков, шампуней и швабр. Все это можно передать волонтерам. Контакты и реквизиты опубликованы на официальной страничке «Движения» ВКонтакте. Обладатели нервбластеров приглашают в клуб здоровья Центра внешкольной работы. В воскресенье 28 октября там пройдет сражение по правилам командного десматча и захвата флага. В перестрелках с использованием нетравмоопасных бластеров могут принять участие все, кому уже исполнилось 10 лет. На игру необходимо принести свое оружие, защитные очки и сменную обувь. Начало в 13 часов. Подробности в группе «Нерв» в Сарове ВКонтакте. Саровчанин с ограниченными возможностями здоровья Виктор Новиков стал лауреатом международного онлайн-конкурса творчества «Осенние изрисовки». Виктор победил в номинации «Твори добро» в возрастной группе до 25 лет. Его наставница, методист молодежного центра Юлия Гораева, также удостоилась награды. Она получила благодарность организаторов конкурса за высокий профессионализм. На их детство пришлись эвакуации, переезды, голод. Кто-то потерял близких и жил в детдомах, кто-то ушел на войну подросткам. Но они смогли вынести все тяготы Великой Отечественной. И сегодня готовы рассказать о событиях тех лет. В Сарове вновь начал свою работу проект «Дети войны». В этом году свою первую встречу со школьниками. Бабушки и дедушки решили посвятить столетию комсомольского движения. В зале третьего лицея собрались члены правления организации «Дети войны», ветераны комсомола и школьники. В преддверии столетнего юбилея в ЛКСМ Надежда Почтарюк рассказала ребятам о своей комсомольской юности и о том, как ветераны готовятся к этой знаменательной дате. У нас сейчас такая горячая пора у всех ветеранов-комсомольцев. Мы готовимся к проведению городского вечера, который будет 29-го в Доме молодежи. Это будет городской вечер. Сегодня молодежь соберется со всех школ города. Они нам подготовили сюрпризы, будут петь комсомольские песни. В этом году состав правления организации «Дети войны» пополнился новыми людьми. Один из них – бывший секретарь отделения в ЛКСМ в воинской части Евгений Яшин. Евгений Петрович принимал участие в съездах и был активистом комсомола. Сейчас он занимается патриотическим воспитанием детей. Вместе со всем коллективом, вместе согласовываем, что будет конкретно в течение этого года, кто выступать, какая тематика. Беседы старшеклассников с участниками проекта «Дети войны» проходят в лицей номер 3 регулярно. Следующая встреча запланирована уже на конец ноября. Советский государственный деятель – трижды герой социалистического труда, один из основателей и руководителей отечественной атомной промышленности и ядерной индустрии. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Ефима Павла Вячеславского. В честь легендарного атомного министра в Музее ядерного оружия в НИЭФ прошел торжественный вечер. Сподвижники называли его «Большой Ефим». Это соответствовало его внешности, должности и размаху дела, которым он руководил. При Ефиме Павловиче Славском сложился особый стиль работы в атомной отрасли – высокая ответственность, профессионализм, требовательность, творческая инициатива и преданность делу. Память о легендарном министре среднего машиностроения жива до сих пор и еще долго будет жить в памяти потомков. Минсредмаш, который создал и возглавил Ефим Павлович Славский – это государство в государстве. Оно обеспечило огромный комплекс работ по созданию ядерного оружия, по созданию атомной энергетики, по созданию мирного атома. Но и еще это горно-рудное производство различных самых, я бы сказал, дорогих материалов. При Славском Советском Союзе появились закрытые города со всей необходимой инфраструктурой. Было много сделано в области социальной сферы, построена целая серия санаториев и домов отдыха, а также медицинских учреждений, предприятий атомной промышленности. Это человек-легенда. У него 10 орденов Ленина. Он трижды герой, как вы уже знаете. 30 лет руководил Минатомом. То есть все наши изделия, которые сегодня стоят на вооружении России, прошли через этот период, когда он руководил Минатомом. Специальным гостем вечера стал писатель из Ульяновской области Анатолий Калачев, который представил зрителям роман о Ефиме Павловиче Славском «Невозможное возможно». Писатель рассказал о том, как велась работа над трехтомником, об уникальных архивных документах, о том, в каких тяжелейших условиях происходило становление легендарной личности. Каким трудом доставалась крестьянскому пареньку дорога в большую жизнь. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В детской школе искусств номер 2 открылся восьмой фестиваль керамики «Живая глина». В конкурсной программе принимает участие более 300 работ мастеров из Сарова, Дивеева, села Красного, Нижнего Новгорода, Ордатова и других городов Нижегородской области. В этом году открытый городской фестиваль приобрел статус областного. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Глина – это сложный и капризный материал, который оживает в руках мастера. Благодаря фантазии и усидчивости художника-керамиста на свет появляются герои сказок, интересные панно, вазы и коллажи. Областной фестиваль «Живая глина» посвятили творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Керамическое отделение существует в школе практически с самого основания. И с того самого 1994 года оно выросло, окрепло, оно превратилось в отдельную вид работы школы. Сначала фестиваль «Живая глина» имел статус городского. Постепенно о нем стали узнавать мастера Дивеева, Ордатова и даже Нижнего Новгорода. В этом году к фестивалю присоединились керамисты из Костромы. Всего в выставочном зале детской школы искусств номер два представлено более 300 конкурсных работ. Каждый человек может лепить. Другое дело, может быть, он не станет художником, может быть, он не слепит произведения искусства. Но то, что у него в душе, он может создать. Это реально. Декоративное панно, мелкая пластика, народные промыслы и сосуды. Всего девять номинаций. Специально для самых юных участников создали номинацию «Лепка» из нетрадиционных материалов. Воспитанники детской художественной школы сделали коллективную работу по поэме Пушкина Руслана Людмила. Героев известного произведения юные художники выполнили из пластилина. Ты можешь создать что-нибудь такое свое, что ты представил себе в голове, ты взял и создал. Тебя не можно никак ограничить в объеме. Тебя может только пластилин закончиться и все. Можно вылепить все, что ты хочешь. Можно это вообразить, как бы воплотить. На открытие областного фестиваля пришли авторы конкурсных работ и любители этого направления искусства. Варя Колосветова учится на отделении художественной керамики и совсем скоро станет полноправным участником фестиваля прикладного творчества. Мне очень нравится лепить из глины. Когда ты берешь глину в руки, ты сразу понимаешь, что это как будто твое творчество, то, что ты хочешь им все время заниматься. Итоги фестиваля подведут 7 декабря. Победители и призеров в каждой номинации и возрастной группе наградят дипломами и подарками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова